Всем привет! Сегодня буду заниматься изготовлением сувениров. Сувенир это пушка трехфунтового, называется трехфунтового единорога. Когда-то эти орудия отливались в 1725 году. Надо только сделать маленькую, примерно 100 на 100. Сейчас буду выдумывать, как это все делать. Готовлю штампик, прокатаю, посмотрим, что получится. Если все получится хорошо, то можно будет и еще сделать такой же сувенирчик, и еще, и еще. В общем, работа интересная. Посмотрим, что выйдет. В общем, подбираю пока вот то, что есть, шпильки, болты. Вот, в общем, то, что можно использовать. Пружинки вот нашел товарища, в свое время отложил. Вот, нам пригодились, пригодятся. Короче говоря, все в процессе. Используюсь вот эти топоры кузнечные. Такие вот, разные. Для того, чтобы подготовить штампик. Все, что под рукой есть, постараюсь все использовать. Ну, как-то так. Ну, в общем, сейчас я хочу... У нас топор есть такой кузнечный. Для того, чтобы паковки рубить на молоте работы. Вот, давно у нас без дела лежит. Такие большие покупки уже и рубим. Уже давно-давно. Вот, я хочу его использовать для изготовления штампа. Вот. Хочу в угол один сделать такой круглый. Поэтому вот сейчас я закрепил на столе с заживом. И болгарка его буду стачивать. Вот. Покруглее, что получилось еще. Как я уже говорил, все подручными средствами, подручных материалов. Мы это делаем. Это мы делаем, в общем, как обычно. Это мы видим. Так. Когда выräge UNDо. Продолжение следует... 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 Вот, сейчас увидите, пока заготовка греется, сейчас еще пружинки добавлю, а уже потом сюда поставлю шайбы, где надо, в общем приведу в надлежащий вид, я думаю, будет работать. Вот, сейчас Андрей Владимирович все доводит до ума, где-то доведет напильником, по-русски, и определиться с диаметром заготовки, и в принципе будет вообще огонь. То есть, и вот таким методом вы уже можете под себя что-то там подгонять, что-то там делать. Андрей Владимирович, как всегда, молодец. Мы тут просто посмотрим. Я же так пружин надо, как осил. Ну, конечно, все методом тыга. Метод зигзага-мокряка еще никто не отменял, жми на все. Ну, в общем, сейчас пока так, посмотрим, как это будет. Сейчас еще раз дубль два. Это чистая вода эксперимент. Да нифига себе, какой офигительный эксперимент. Ну, этот так и качество отличается от тех, которые мы раньше делали. Ну, этот более технически сложный. Ну, понятное дело, что его не просто сделать вот, особенно вот таким пустарным способом, когда у тебя под рукой вот только сварка-болгарка и какие-то железяки. Ты неправильно сказал, у тебя горд, молот. Я просто не успел перечислить. Золотые руки, голова. Вот, покажи, какие мы всегда делали. 40 лет, какие мы делали. Там видов нет будет? Да. Да. Вот штапик, и вот такие мы делали. Это каталка называется. Видно, да? Да. Вот деталь вытачивает токарь, либо сами мы красивую делаем, потом вставляем между двух горячих заготовок и шлепаем. Здесь надо еще сказать, что здесь штампики соединяются у вас. А в данном случае, который Андрей Владимирович сделал, он до конца не соприкасается. Нет, дело не в этом. Вот в этом штампе мы можем сделать определенную упаковку размеров, и она больше, чем размеры есть, или меньше, она не получится. А вот в этом штампе можно, допустим, эквалировать по диаметру, например. Вот я про это и говорю. Можно сделать 6-мигранную форму заготовки, можно сделать 8-мигранную. У более функциональной. Короче, здесь разнообразие есть. Подхинул пружинами так. Более. Упала! В общем, я считаю, эксперимент удался. Взлобствовать уже не стал, у меня тут отпала деталька одна, но я ее на прихватке делал. Сегодня уже все, время рабочее закончилось. Завтра я, никуда не торопясь, все доведу до ума и сделаю изделие, которое я хотел бы сделать. То есть, будет древнее орудие, макет. Пока на сегодня оставим так, как есть. Спасибо, Андрей Владимирович. Все, пожалуйста.